всем привет мои хорошие поступила ко мне пару запросов на видео на разные тематики и я обязательно их сделаю но это занимает время потому что вы просите меня рассказать про субстраты про удобрения попросили меня рассказать про азот отдельно и еще попросили рассказать в принципе отдельно по другим важным и макро и микроэлементам составляющим удобрения особенно тем которыми я пользуюсь рассказать показать и я не люблю делать это нахрапом то есть одно дело делать обзоры своих орхидей показывать и рассказывать общую информацию то есть делиться тем как это делаю я и совсем другое это вот такие скажем так тематические информативные ролики в которым я предпочитаю готовиться и это у меня занимает время потому что надо освежить в памяти информацию надо не просто сказать ну вот она вот так потому что так а надо почитать подобрать базу посмотреть есть ли вообще база объяснение которое не заключается в том что так создала природа вот и ролики выйдут обязательно выйдут позже но я хочу сделать их качественными они просто вот быстро и на сумбурно много чего наговорить что-то забыть чтобы в общем-то сделать для вас максимально информативно но при этом не затянуть в мое любимое поболтать на 15 минут и больше а на экране если кому интересно это вот такой дендробиум кингеаном альба рубра шикарное цветение я все жду у меня растет тут огромный лес и в этом году к сожалению этот лес вот я сижу рассматриваю как раз заодно атаковали видите следы вот это вот так атакует паутинные красные клещи клещи не вернулись у меня поселились клещи так интересно на одном фаленопсисе в тепличке и на 2 дендробиумах на балконе больше никого эти клещи почему-то не затронули что меня радует хотя для профилактики я конечно же сприпу обработала абсолютно всех кому интересно обрабатываю я ой боже мой дай бог памяти так сейчас я вспомнила только массой вот так вот на вскидку вот поэтому я не люблю такие вот такие спонтанные ролики видите я на вскидку вспомнила только массой хотя у меня три препарата которые имеют разное действие и почему я пользуюсь разным действием есть контактные препараты которые действуют на разную я выбираю те которые действуют на максимальное количество скажем так стадии развития клеща на личинок на яйца на личинок на нимф на самого плеща контактные то есть когда на них попало они отравились грубо говоря да померли и есть еще скажем так системные то которые впитываются растением перемешиваются внутри с их соком и когда собственно клещ кусает растение он отравляется они есть разного действия есть те которые скажем так влияют на репродуктивную систему клещей то есть не позволяют им размножаться есть те которые влияют только на стадии например личинок нимф на яйца но не влияет на взрослых клещей это не страшно потому что взрослый клещ него период жизни меньше 10 дней вот так вот то есть ему за эти 10 дней надо успеть размножиться если вы убьете всех личинок и нимф да все яйца то собственно клещ сам по себе умрет и не сможет дальше уже вредить пользуюсь я этими препаратами в связке я всегда обрабатываю контактными когда вижу что вот она есть и потом даю систематические которые пойдут в сок и убьют уже все остальное я в описании обязательно оставлю название трех препаратов которыми я пользуюсь и дам ссылочку на девушку у которой я их всегда беру у нее можно попросить любую фасовку и это хорошие рабочие препараты так что если кому-то будет нужно пожалуйста вот вам помощь вы сможете обратиться так ну и вот это это добрая юля решила поставить на открытое окошко которая закрыта сеткой от насекомых подсыхать в вечерние часы после обработки собственно препаратом но в вечерние это в 4 часа на восточное окно и кто бы мог подумать что вот такая кака может случиться уже в 4 вечера на восточном окне когда солнышко давно уже ушло в другую сторону но вот такая вот бедосичка подгорели подгорели видите именно молодые листья но ничего страшного кстати хочу сказать что после обработки от клеща очень много появилось сил у этого чуда и вот пошло очень очень много роста а в уже выросших бульбочках я вижу много вот таких вот ах почти не видно вон если вы увидите возможно даже зацветет хотя на цветение я не надеюсь потому что все таки напал вредитель и были обработки не очень приятные бывают они для растения по-разному реагируют так вот но посмотрим посмотрим получится ли у него процвести или не получится но очень радует вот можно увидеть сейчас сейчас там не увидишь там тень падает ох надо себе купить дополнительный свет или как-то лампочку прикрутить чтобы направлять когда надо пошли корни очень активно когда ушли все клещи пошли корни пошли новые росты и все идет на лад и вот такое уже пышнейшие красивейшие чудо я обожаю этот дендер кстати вот это я подпираю чтобы он не шатался это чтобы он не ложился вот туда вот вниз в горшок и было место для новых ростов потому что и так уже достаточно пережил он и мучить его пересадкой в этом году я не хочу хочу его еще подержать в этом горшочке хотя бы до следующей весны а потом уже чтобы он переехал в домик побольше вот так вот всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал заглядывайте в описании там много чего интересного бывает и всем солнечных дней пышных цветений пока пока